всем добрый вечер дорогие мои но сегодняшний вечерний ролик я наверно посвящу на тему предыдущего ролика вот предыдущем ролике я рассказал вам все как есть как что почем и вот сейчас обществе выставил что турция уже перестает быть дешевой страной для туризма да новые комментарии тоже правильные пишите что ваша мама подписчица моя что она выбрала другие страны для того чтобы отдохнуть потому что там дешевле и сервисе это самый больше но то что дорого стало от этого улучшился сервис я бы не сказал сервис остался прежнем уровне даже некоторые говорят что не так уже это самое даже худшую сторону вы знаете вот все это вот проблем вот это все да не сегодня не вчера начались я уже говорил же это бомба замедленного действия было еще положено с тех времен 10 лет даже больше назад когда сюда запускали как говорится людей просто так понимаете билетом в один конец билетом в один конец и как про меня мой папа любил говорить что интеллигентный добропорядочная сволочь да я конечно был интеллигент все такое но не отставал от драк где-то что-то подраться это моё было вот обычно как бы за какой-то правду где-то надо а вот так что где-то там гулять девочка мелочь ну сами знаете молодость но я всегда был как отец меня воспитывал да вот все надо делать по закону по закону по закону не нарушая вот как остап бендер говорил я чту уголовный кодекс его слова есть а выгод у вас год мелкий воровский гортеть вот этому кисе воробьян помните вот вы понимаете когда я купил квартиру здесь в 2013 году да когда мне сказали что мне уже прилетел получил это да то и улетел короче обставил все ключи им отдал но это я не буду пересказывать и когда я двух тысяч четырнадцатом году сюда прилетел ребята у меня на руках были наличные деньги немалая сумма более пятидесяти тысяч долларов которые не слоню громословно а у меня до сих пор я храню архив у меня заверенная декларация таможенной службы сочинского аэропорта с печатью с подписями совсем держу на всякий случай вот к чему это я говорю вот вы понимаете вот том что вот это произошло вот такой да вот беспредел вот этими риэлтора лежи риэлтора вот это всякий вот это все вина недоработка самих же работников вот этих служб миграционных служб я честно скажу почему я скажу я же говорю когда человек прилетает когда человек какой-то а надо все надо было делать по закону человек прилетел билетом в один конец допустим это уже должно вызвать подозрение человек должен предъявить денежную сумму какой суммы располагает когда у него обратный самолет билет на обратный билет тоже должно быть даже если например на этот срок например на 60 дней до у него этого человека должны быть денежные средства на это 60 дней еще билет понимаете человек если купил жилье у него должно быть на руках документ который подтверждает покупку этой квартиры но кроме этого еще у него должно быть на руках документ и денежные средства о наличии средств на его существование я все сделал как положено как по нотам потому что я думаю на должны же как-то проверять все таки это и сразу пошел положил эти деньги в испанкосы всю эту сумму я положил в испанкосы вот взял документ до скорбня книжка вот это из банка съесть вот но там остаток где-то лежит у меня но сейчас у меня другое это но вот испанкосы у меня до спор счет открыт у меня там где-то по моему стоили 150 долларов лежат чтобы счет не закрылся понимаете я все сделал как это но эти-то господа прилетали с билетом в один конец и в кармане всего 100 200 долларов и ни у кого это не вызывало это подозрение в аэропорту везде вот смотрите таиланда таиланды очень строгие правила я вот я таиландской группе там сверстлана шестобаева да из томска на редактор комсомольской правды потом скоба спана за своим супругом там живут они она молодец она многим нашим соотечественникам там помогает там кто-то какую-то беду попал вот это вот и что я хочу сказать там очень это сам там деньги должны лежат банки там столько-то проверки вот здесь этого не было здесь прилетали маленькая сумочка еще под мышкой ребенок маленький вот ранец на плечах вот с мужем тоже приезжает арендовали любой копеечник квартиру потом на двух велосипедах этот ребенок на спине или впереди вот это в жаре и джек-джек-джек-джек-джек до моря джек-джек-джек обратно как у меня вот соседи были в этом почти когда я уезжал соседнем дома они снимали из москвы нету ребеночка жалко был годик этого ребенку маленький годик этой жаре этот ребенок на этом велосипеде вы знаете ни у кого вопрос не возникал подождите этих детей вы вывезли привезли почему это это вот так вот потому что контроля вообще никого не было хорошо почему еще оттуда выпускали этих детей вот детьми выезжает куда это деть выезжает как у по какому адресу будут ли они там это никак вот отсутствие контроля и с этой стороны и с этой стороны понимаете вот это все пошло-поехало и прилетали билетом в один конец копейками в кармане я же вам говорю вот комментарий написал же одной там мадам вот слаще редкий слаще селедки не никогда не евшие а тут поле работы вот которых своих же этих и давай их это и через год через полтора уже с виллами с квартирами все все короче ни у кого вопрос не возникло откуда откуда эти деньги они заработали потому что при выезде они не предоставили никаких документов ничего откуда подожди если ты вылетел прилетел хорошо для покупки квартиры денежные средства есть есть а ну-ка давай это а потом дальнейшее проживание сейчас это только начали делать понимает когда уже паровоз ушел понимаете вот если вот это было бы сделано все не было бы ведь порядочно по закону прилетали очень много людей но их было не так уж много и была вот такая кучочка а вот этих шариков было вот столько приставляете и вот эти шарики задавили вот это порядочных людей понимаете их задавили вот так вот понимаете а вот пострадали вот норма правильно у русских есть такая поговорка в огне говорит виновных невиновных горят все это можно было делать контроль я с одним тоже там еще в анталь разговаривал только он тебе надо миграционной службы отработать я хотела даже не в этом это элементарно ватсон просто и когда прилетает где обратный билет так обратно на что на какие средства будь ты жить предъяви документы финансовые документы все нет даси даси на что это будет хорошо что еще они основном был женский коллектив прилетающий мужиков то не было основном женский коллектив и они ударились вот этот бизнес недвижимости а если бы это были мужики если бы они пошли какие-то другие преступления кроме вот этого кроме вот этой недвижимости пошли бы на разбой на грабеж на все такое потому что на что-то жить надо на что-то жить надо деньги нужны вот понимаете вот какой-то степени хорошо что они пошли вот так это облопашивать наших это и вы недвижимость продавать да а мужики бы например пошли по каким-то этим делам не ребят это все это все давно уже было это я тогда смотрели сколько же это будет продолжаться я еще думал я сколько это будет продолжаться это вспомню когда объявили вот это военные действия тогда когда хлынул поток я еще там жил в анталии я парк помните с уточками ходил там столько это ходили с маленькими детьми рюкзак на спине этот маленький ребеночек на руках какая-то булочка идет грызет этот и этого ребенка тоже с собой протащили идут некоторые уже велосипеды заимели на велосипедах никакого контроля ну останови подожди а ну-ка где вы живете на что вы живете вот этого не было сделано и вот это туристические в нже вот это все убило вот это в нже туристик в нже все убило люди хочешь в нже купи квартиру а туристам годами продлевали туристические представляете годами вот сейчас фейсбук одна девушка написала что ее маме отказали в нже она уже живет почти 10 лет по туристике она замужем за местным вот и ей когда она отнесла это ей отказали продление хотя она уже 10 лет живет вот это она спрашивается а люди говорят уже никто не будет ее продлевать никто не будет или она должна купить квартире или как ваш муж гор должен оформить на нее поручительство правильно говорят а люди десятилетиями представляете туристик 10 лет это раз может быть 10 лет турист в одной и той же стране в одном и том же городе вы можете себе представить турист вот например я приеду например сочи до я гражданин россии вот приеду сочи да вот не пропишу вас ничего да нигде я скажу я турист вот я буду жить здесь как турист скажет дебил что люблю прописаться надо ты должен все это как положено здесь вот так вот туристик давали вот это и все из на этом пошел на этой под и не надо было бы ничего это самое как говорится ужесточать ничего не надо было абсолютно ничего а сейчас же видите как и теперь по повышению вот опять же вернемся к началу но это испугает очень много людей уже пугает людей и когда клиенты постоянные которые выбирали из-за того что дешево и сервис хорошие да они есть отойдут они опять если даже объявить что дешево ма уже невозможно будет обратно это клиентуру собрать понимаете в любом бизнесе есть свои постоянные клиенты туристическом бизнесе тоже самое привыкли люди отдыхать в одном и том же в одной и той же стране потому что там дешево удобно сервисе сам уже привыкший уже все прилетает и если там баба короче это они уже начинают осваивать другие страны египет на праве нам на про таиланд или другие страны вот как вы написали ваша мат туда у нас это мальдивы или куда-то полетела вот даже вот наш знаменитый блогер там стамбульский корреспондент он по моему болище он что же сначала был восторге когда в стамбуле нашли восторге дети в английском классе школе все а потом уже и детей забрал это никакого там английского ничего нет деньги содрали короче огромное это понимаете сейчас он бы боли по моему и вы вот дорогой брат вы написали что вы живете во франции да и хотите переехать сюда да я вам же комментарий написал что не сможете вы европейские это не сможете я же говорю сами здесь хотят европу ехать вот если я думаю без визы вы сделали бы я не знаю наверно процентов наверно 60 бы уехали бы в это европу куда европейский стран там потому что вот какая-то работа есть понимает вот какая-то работа есть здесь работу найти я же говорю здесь везде семейный бизнес государственные заводы фабрик там ограниченное количество людей здесь градообразующих таких градообразующих завода фабрик нету градообразующих как у нас да вот например какой металлургический комбинат а там город короче оттуда люди там нет такого здесь есть заводы фабрики но там ограниченное количество людей тем более сейчас на уровне все механизация автоматизация много людей не надо а частный бизнес сам видите какой весь семейный все семейный отец сына мама с дочкой муж женой короче все брат сестра вот так вот зачем вы личный человек почему потому что я уже говорила страховка огромный за вас надо будет платить и чем вы здесь будете заниматься вот переехали вы из франции сюда чем были я даже представить себе не могу очень я видел многих людей которые уезжали очень много я помню к пизе с кавказа женщина молодая с ребенком с мамой они сняли квартиру в соседнем доме через дорогу да и вот они где-то наверное течение месяца разочаровались улетели обратно к на кавказ сначала не были в восторге до красиво парки красиво чистота а вот самого менталитета понимаете вас менталитет не устроит здесь обычные дела например обещал например не сделал здесь обычное это дело тут например скажем про такое-то время продукт не придет а придет через два часа по или вообще не в тот день не придет здесь обычное дело деньги взял и не вернул обычное дело для вас это будет показаться дико для меня тоже ты была сначала дико потом я понял это обычно этой жизни ничего тут это самое не надо верить не надо занимать деньги все вот так вот и потом вам захочется общаться здесь с кем-то из наших никто не будет общение сейчас друг друга наши боятся друг друга и на то есть причины очень много причин друг другом очень это самое осторожно общается осторожно так что я думаю что вам во франции намного лучше будет мне кажется впрочем на хозяин барин я лично свое мнение говорю вот такие дела дорогие мои всем доброй ночи хорошего настроения я пришел погулял по парку хорошо погулял по парку хорошо погодка хорошая 25 градусов пекла нету пока